Парад Больше 1700 человек. Это личный состав 2-й гвардейской армии. Сотрудники спецслужб, Национальной гвардии, МЧС и других силовых ведомств промаршируют по площади Куйбышева. Впервые участниками парада станут юнормейцы, но они пока тренируются самостоятельно. Военные же на взлетную полосу вышли уже при параде. Есть расчеты и в боевом обмундировании, и в повседневной, и в парадной форме. Пока не во всей красе, только самый прекрасный расчет – женщин-военнослужащих. Форму для них еще шьют. Девушки, медики, связисты – лучшие из лучших. Готовятся с особым волнением. Показать молодежи, что в наше время есть люди достойные и достойные подвига наших дедов. Женщины оденут свои медали. И эти медали не просто юбилейные, они за выполнение боевых задач некоторые женщины проявили героизм. Синхронность и точность движения до сантиметра отработали и механики-водители. Замыкать в парадное шествие будет механизированная колонна. Здесь больше 30 единиц техники. И в первых рядах модернизированная модель – танк Т-72Б3. Чтобы эта мощнейшая, тяжелая, 46-тонная машина не повредила дорожное покрытие, их специально обувают в резиновые башмаки. Это не только безвредно для дорог, но и снижает уровень шума. На параде представят современное вооружение, в том числе комплексы С-300 и Град, самоходные гаубицы и одни из самых серьезных в мире оперативно-тактические комплексы «Искандер-М». Будет торжественно и громко. За это отвечает артиллерия. После шествия авиашоу в нем будут задействованы 4 вертолета и 2 самолета. Впереди еще 3 репетиции уже на самой площади Куйбышева – 3, 5 и 7 мая, зрителями которых могут стать все желающие. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова